Всем здравствуйте! Это видео уроки по шафлу и сегодня мы с вами отработаем работу рук. В любом танце, танцуем мы всегда всем телом, поэтому нужно подключать шафты и руки. Как мы уже в прошлых уроках увидели, мы научились делать рм и различные движения. Кто не смотрел, прошу, можете посмотреть на нашем канале. Сейчас мы пробуем это все комбинировать. Допустим, это будет рм, тэшка, тэшка. Вот мы танцуем ногами, а что делают наши руки? Танец это прежде всего движения всем телом. Вам нужно добавлять руки, то есть используем руки во время других движений. При реме у вас есть три варианта действия. Первый это правая нога, левая рука и так же самое со второй. Поехали. Вот так это выглядит. Второй вариант это правая нога, правая рука и левая нога, левая рука. Следующий вариант это вы можете использовать при реме, допустим, какие-то повороты в локтях. Также при исполнении обычных движений по типу тэшки, поворотов, следует использовать руки как вам угодно. То есть это зависит от вашего разнообразия. Поехали. Делаем обычные движения, руками можем делать кресты для того, чтобы Танец смотрелся более живо. При киках можно делать кресты, выбрасывать вместе с ногами и руку. При поворотах можно браться рукой с затылок, останавливать себя руками. То есть это зависит от вас. Этим самым вы себе поставите стиль, индивидуальность и ваш Танец будет смотреться более круто. После того, как вы сможете научиться этому, вы сможете, говорится, заигрывать на танцполе. Что ж, если вы это освоили, я думаю, вы научились уже довольно-таки неплохо танцевать шапу. Конечно, можете еще раз просмотреть все наши уроки. Это будет полезно. Подписываемся и ждем новые уроки. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова